МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На телеканале Брянская губерния программа Афиша и я, ее ведущая Елена Бочкарева. Прямо сейчас о наиболее заметных культурных событиях на завтра. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Театре драмы завтра пройдет спектакль Палата бизнес-класса по пьесе Александра Коровкина. Режиссер и заслуженный деятель искусств Борис Ярыш. Действие искрометной комедии происходит в больничной палате, куда судьба свела пенсионера, известного в прошлом актера и нечистого на руку чиновника. Начало 18 часов. Областной театр Кукол приглашает на спектакль «Три поросенка». Веселая сказка Сергея Михалкова расскажет о трех беззаботных братцах-поросятах и незадачливом волке, которого они проучили. Начало в 11 часов. Брянский цирк приглашает на программу «Экзотика планеты». Зрители увидят номера с участием дикобразов, ферблюдов, лошадей, шимпанзе, американских бизонов и тибетских яков. В представлении также примут участие эквилибристы, жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты и клоуны. Начало в 12 часов. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Киноиндустрия завтра в нашем городе будет представлена разнообразными фильмами. Американский боевик в стиле фэнтези «Белоснежка» и «Охотник 2» в формате 3D. Когда любовь уходит, сердце прекрасной девы обращается в лед. Лишь охотник не ведает страха. Сквозь зловещий лес он идет навстречу своей судьбе. В ролях Крис Хемсфорд, Эмили Бланц, Шарлиз Терон и другие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Комедийный мультфильм производства Франции и Бельгии Робинзон Круза «Очень обитаемый остров». Жителям необитаемого острова, куда попадает главный герой, предстоит поближе познакомиться с незнакомым зверем, человеком. И вместе с ним пережить массу опасных и веселых приключений. Фантастический боевик производства США и Великобритании «Преступник». В отчаянной попытке остановить катастрофу мирового масштаба. Генетики вживляют воспоминания и умения погибшего оперативника ЦРУ в тело опасного заключенного. С надеждой, что тот доведет до конца прерванную миссию. В ролях Кевин Костнер, Гарри Олтман и другие. Английская драма «Высотка». Элитная высотка – идеальная модель мира будущего. Здесь есть все для комфортной и роскошной жизни. Но зависть и соперничество постепенно разжигают открытую вражду между жителями высотки, заставляя забыть о законах морали. Американская приключенческая драма «Книга джунглей». Непримиримая борьба с опасным тигром Шерханом. Вынуждает Маугли покинуть волчью стаю и отправиться в захватывающее путешествие. Боевик совместного производства России и США «Хардкор». Прекрасная супружеская жизнь рядом со Стель – это все, что помнит главный герой после того, как просыпается в неизвестной научной лаборатории. Французская комедия «Пришельцы 3. Взятие Бастилии». В третьей части граф с оруженосцем отправляется в самое сложное для Франции время – период Французской революции. Комедийная драма производства Великобритании, США и Германии «Эдди Орел». Фильм повествует о трамплинисте Эдди по прозвищу «Орел». Он прославился тем, что на всех соревнованиях занимал последние места. Российская драма «Коробка». Для главного героя Кости уличный футбол – целая жизнь. Однажды его команда сталкивается на коробке с чужой компанией. Теперь это не просто игра, это война. Американский фантастический триллер «Кловерфильд-10». После автомобильной аварии девушка оказывается в подвале человека, который утверждает, что спас ей жизнь от химической атаки, которая сделала мир за пределами бункера непригодным для жизни. Российский триллер «Маршрут построен». Семейная пара покупает автомобиль, в котором произошло убийство, и на нем отправляется в ночную поездку в другой город. Драма совместного производства Норвегии, Франции, Дании и США громче, чем бомбы. Спустя несколько лет после гибели военного фотографа Изабель Рид ее семья находит новую информацию об истинных причинах ее смерти. Американский фантастический боевик «Бэтмен против Супермена» на заре справедливости в формате 3D. Пока «Бэтмен» и «Супермен» пребывают в состоянии войны друг с другом, возникает новая угроза для человечества. 17 апреля 1745 года родился русский художник Семен Щедрин. Он стал одним из первых, кто утвердил в русской живописи пейзаж как самостоятельный жанр. Щедрин известен тем, что рисовал виды дворцов и парков Екатерины Великой. Среди его работ наиболее известны серии видов Павловского, Гатчинского и Петерговского парков. Виды каменного острова и декоративные панно для Михайловского дворца в Петербурге. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин